Приветствую вас всех на своем канале. Говорить буду тоже немного, чуть более тихо, потому что спит ребенок. Сегодня я просто не выдержала. Долгое время по волосам я была подписана на одну девушку молодую, если она меня смотрит. Вот всем хороша девушка, но вот прямо, знаете, хуже даже, чем я в молодости когда-то. Я даже хотела вроде как бы немножко поговорить, потом уже гадание разложить. Нет, гадание вообще сделаю отдельно сегодня на Таро. Вот на таком буду сегодня делать Таро. Также на желание два варианта. Знаете, что вот прям сегодня, я не знаю, я уже не выдержала. Вот очень часто люди, я просто грубо сейчас скажу. Если я вообще решила, уже я писалась даже, я не буду в общем больше вообще ничего писать. Просто мне человек был прямо вот по душе симпатичен, и я вообще бесплатно иногда тоже раздаю советы, но не всем, потому что я чувствую прям вот, знаете, вот вроде что-то скажу, и в человеке что-то просыпается, но прямо опять все обратно. Я даже отписалась, отписалась, вот почему. Потому что я была практически такая же в молодости, даже можно сказать, вот, ну, наверное, я была такая-то практически, ну, такого уже, когда уже и работать начала, ну, скажем так, до среднего возраста тоже такая. Ну, я сейчас уже считаю в таком, я более незрелом и в таком старшем возрасте. Я, в общем, очень уж такая взрослая девочка. Вы знаете, все, что сейчас скажу в видео, я его кратко очень все-таки хочу дать. Мы должны четко выбирать клиентов, работу, общение, я даже себе записала, приятелей, друзей, коллег, жилье. Оно должно быть в благополучном районе, пусть даже, знаете, жилье будет недорогое, но, в общем, кошки, собаки, животные не брать домой. Вот, кратко объясню, почему. Бартер, обмен во всем должен быть. Что это все нужно для того, чтобы изменить карму и очистить, обмолить эту карму. Я в детстве очень часто таскала кошек и не понимала, почему мама их выбрасывает. А знаете, что я вам хочу сказать? Вы даже энергетически, не вы эту кошку завели. Вот если вы все уже держите, если не вы, что происходит? Кто-то завел кошечку-собачку, выбросил ее на улицу, то есть у него отрицательная карма, а вы просто берете и помогаете этому человеку, как будто бы этой кошечке. Но что вы нарабатываете? Вы положительную карму нарабатываете, да? Но вы отдаете свою энергию, вы просто ее пью и раскидываете все. Вот даже посчитать, сколько, допустим, там денег уходит на корм. Это, знаете, можно, допустим, потратить, пусть не на ремонт съемного жилья, а на мебель. Потому что очень важно, где вы живете, в каком районе. Вы будете жить в неблагополучном районе, вся ваша жизнь так сложится, у вас ничего не изменится. Вы будете просто говорить, говорить, думать, думать, но вообще ничего не поменяется. Вы просто будете, ну вот, жить там же. Уровень ваш, может, он и будет, но очень медленно повышаться. Самое главное, нужно сменить жилье. Кошки, кошки. Значит, не нужно этих кошек. Кошки вам и мебель испортят. Смысл вообще эту мебель покупать. Просто получается, что даже вторую половину вы можете, может, из-за этого не можете иметь. Потому что вы просто отдаете свою энергию, свое время кошкам. Свои деньги кошкам, собакам, помощь. Еще раз говорю, это очень хорошо. Но вы, вы знаете, может быть, даже в душе сами уже почувствуете, что хватит. Просто эта карма такая у вас была, видимо, в прошлых жизнях. Что-то такое происходило. Вы сейчас ее в данный момент отрабатываете. Но пока вы не избавитесь от этого всего, у вас все будет то же самое происходить. Завет на то же самое. Не будете жалеть людей. Передучились на кошек. Будет все ровно то же самое. Неужели вы хотите остаться староделых кошками? Кошки, запомните, собаки раз и навсегда. Это ежедневенцы те же самые, которых вы себе на шею благополучно сами посадили. Коли уже завели, конечно, нужно или отдать в такой какой-то приют, если, допустим, с кошками жилье нормально не сдается. Либо как-то договариваться. Как-то, допустим, но уже больше не брать. Почему-то кошки, кошки, собаки. Это вообще касается всего. Я говорю, все, что я перечислила вообще во всем должен быть бартер. Вот что вам от этих кошек и собак что? Вот вы живете в своем доме, собака хотя бы охраняет. Кошки гоняют мышей. Если я в квартире, портит шторы, рвет. В общем, и еще хотя бы, если нет возможности вообще переехать в другое жилье, меняйте то, где вы живете сами. Не набирать новых животных. Деньги лучше, которые вы на питание отчисляете. Вообще, можно же фонды какие-то создать, чтобы самим в последние деньги не отдавать. Перетянули мебель. Правильно, там, допустим, вот я конкретно этой девушке могу сказать. Мне понравился комментарий. Там девушка взяла просто где-то подстерно, отшлифовала, что-то собрала, сделала. Сейчас очень модно, старая. Даже пригласить это недорого. Понимаете, вы должны жить в сказке. Создать сказку, даже там, где вы живете. Конечно, можно спросить о себе на съемной квартире. Я думаю, что не против будут. Да даже вообще клич пустить помощь. Даже помощь, может, кто-то вам окажет там в качестве рекламы. Просто там, если много подписчиков, отрекламировать. Какие-то там строительные, не знаю, рынки, фирмы. Вообще, все, что угодно. Я говорю, просто по потолок, двери. Даже ведь можно договориться в счет оплаты, допустим, вот этого съемного жилья сделать ремонт. Ну и вообще его можно сделать по минимуму. Можно сделать, да, это такое. Я тоже не люблю вот эту всю такую помпезность. Мне вот нравится стиль прованс. Так вот, чтобы было все уютно. Вот, чтобы дом дышал, дышал ван. Я говорю, просто пледы, какие-то коврики небольшие, столики. Там вообще в Икее много ведь всего этого продается. А говорить отдала все на благотворительность о себе. В общем, вы должны себя любить. В первую очередь вы должны полюбить себя. И вся отдача вашей энергии должна быть портам. Я говорю, могу поработать с вами, либо там, допустим, обращайтесь к другим многоберным психологам. Я пока, я работаю, вообще беру суммы чисто символически, потому что мне уже будут эти знания. Мне надо их просто дать. А наживаться я на этом не буду. У меня нормальный достаток. Поэтому это говорю просто, чтобы человек понимал, что он знания эти берет не просто так. И чтобы меня просто матрица не наказывала за то, что я бесплатно это все разделю. Но я больше вообще таких советов писать не буду. Просто не хочу. Просто вот, кстати, про себя тоже. Я вот тоже таким все равно людям хочу помочь. Помочь. Но сейчас я помогаю только взамен. Допустим, люди, которые мне уже стали более близкими. Или люди, от которых я, допустим, что-то тоже там могу получить. Даже просто совет иногда. Но. Бартера. Больше, в общем, я себе за рук дала. Потому что потом на меня же как-то где-то негатив. Где-то какой-то, не знаю, что-то такое выливается. Какая-то энергия у человека. Что-то накипело. Он в комментариях начинает отвечать с этим негативом. Нет, я больше вообще не буду. Вот я просто себе дала в руку, что больше я не буду. И почему я изобрела именно Таро. Сейчас в следующей части смотрите. Будет на желание два варианта. Потому что, еще раз повторяю. Так человек будет сам менять свою реальность. Потому что психологи, они не скажут вам. Вот конкретно выбирай этот путь. И вот так произойдет. Не скажут. Вот есть этот путь, есть этот путь. Выбирай. И вот такие могут быть последствия. И человек работает сам. Потому что очень просто там сказать. Ладно, завтра. Или там пожаловаться. Собрать энергию своих подписчиков. Надо работать самому-самому. Менять свою реальность. Итак. Следующая часть. Когда не Таро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.